Всем привет! В эфире Грег. И я рад приветствовать вас на своем канале. Мы продолжаем наше выживание в мире постапокалипсиса в игре Frostpunk. 23 день. И у нас большие, прибольшие проблемы с углем. Честно говоря, если не надеюсь, что мы... Лондонцы крадут припасы. Поймут за руку. Стражники достигли успеха. Они вернули украденное, но, что важнее, поймали одного из дворов. Теперь мы можем положить конец кражам. Что будем делать с вором? Взять под стражу. И загнать. Ну, конечно, взять под стражу. Запихните его в тюрьму. Че, зря строил, что ли? Отлично, ребят. У нас время отдыха. Не выполнены условия. Какие условия не выполнены? Почему я не могу вас в чрезвычайную смену загрузить? Никто не хочет на работу выйти, ребят. Холодно стало. Видимо, никто не хочет. И никто не горит желанием. Ну, замечательно. Просто замечательно. Так, секундочку. Ну, давайте, ребят. Если вы сейчас выйдете на работу в конце концов, может, вы и не замернете к чертовой матери? О, у нас потепление неожиданное. Слушайте, ребят, ну, может, кто-нибудь пойдет, поработает? А, или вы... Все, вижу. Угледобычек забит. Опять лондонцы. Заключенные на свободе. Сэр, из одной наших тюрьм выпустили всех заключенных. Люди пугаются, когда видят на улице преступников. Нужно что-то предпринять, чтобы тюрьма снова заработала. А че она не работает? Что вы делаете, ребят? Алло. Какого хрена? Нет, нет, нет. Ну, вот, ребят. Почему никто не на работе? Почему вы все пошли строить с работы? Черт бы вас подрал. Так, наши разведчики пришли. Укрытие детей. Эта пещера стала укрытием детям, эвакуированным из Винтерхоуна. Взрослых выживших тут нет. Надо поговорить с детьми и взять их в город. Мы поговорили с детьми из укрытия. Они рассказали, что однажды ночью учителя... Учителя. И некоторые охотники вывели их из Винтерхоуна ради секретного приключения. Учителя рассказали, что им придется остаться только какого-то время. Потом еды стало мало. Их опекуны отправились раздобыть еще и больше не вернулись. Похоже, детей эвакуировали, прежде чем все пошло прахом. 35 детей. Надеюсь, вы сильно... Мы построили детей, 35 человек, в колонну и отправились в сторону города. Они шли тихо и решительно. Точно маленькие и взрослые. А самые младшие прижимали к себе игрушки. Им предстоит долгий путь. Позаботьтесь, чтобы их прибытию было готово достаточно теплых постелей. Замечательно! Кто-нибудь, может, пойдет, поработает в тюрьму? А? Ребят! Блин, что за трэш, ребятки? Так ни в какие ворота не лезет. Давайте, достраивайте уже и на работу. Какого черта вместо того, чтобы работать, вы покинули свои места? Так, изучили одну из важнейших технологий. Угольную шахту. Можно ее сразу же срочно строить. Осталось... А, вот. Вот оно местечко. Так, оптимизация добычи угля. Увеличение радиуса лесопилки. А что пятый черти же стоит? 100 металла. Понятно. Так, отопление. Понятно. Новые быстрые отряды аломпостов. Модернизация автоматонов. Так, мне бы теплоизолировать, собственно говоря, теплицу лишний раз. Так, базовый уровень. Так, ладно, не очень понятно. Давайте начнем с термоизоляции теплиц. А потом эту теплицу улучшим. Собственно говоря, собственно говоря. Наверное, это единственный рабочий как раз и попал под раздачу. Так, автомат он работает. Так, больше особо нигде дефицита рабочих нет. Ну, тут понятно. Так, тут вы уж извините, но придется вам поработать в смену. Что насчет тепла? Везде очень даже тепло. Значит, мощность можно, в принципе, на единичком провод сейчас перевести. Холоднее нигде не стало. Что случилось? Нужен подопытный экземпляр. Сэр, снова пришел инженер, который работает над проектом автоматон. Ему нужен автоматон на какое-то время. Я скоро совершу открытие. Нужно поработать над автоматоном день. Тогда я смогу предложить особые модификации, позволяющие улучшить проживительность. Один автоматон не будет работать 24 часа. Ладно. Считай, что тебе оказали просто невозможное доверие. И получается та, откуда ушел автоматон. Непонятно, если честно. Ну и ладно. Главное, у нас проблем с углем больше нет. А, вот, наверное, с лесопилки ушел автоматом, да? Ну, допилите уже последние деревья в конце концов. Так, и у нас явная проблема с больными. Ну, ладно, тут ничего не поделаешь. Так, я подозреваю. Существенно снизится на 3 уровня. Повысится на 2 уровня. Ну, ладно. Надеюсь, это не минус 80. Я так и не закончил, конечно, с адаптацией. Но тут, кстати, пищевые добавки ненужные какие-то. ПАП, законы о дуэлях. Все это... Все это не то. Поэтому будем дальше работать в сфере закона и порядка. Центр пропаганды. Убеждения принуждения. Ну, мне убеждения принуждения не очень-то нужно, конечно. Говоря, не хотелось бы, чтобы мои заключенные... Какими бы идиотами они ни были. Ладно, давайте центр пропаганды. Не хотелось бы, чтобы лондонцы умирали. Какими бы все-таки дебилами они ни были. Так. Устроим облаву. Нет места для заключенных. Около 4 дней. Я, видимо, слишком часто проводил облавы. Блин, но вторую тюрьму строить совершенно не вариант, конечно. Ну, что ж, давайте центр пропаганды. Ребят, ну, блин. Не баламутьте, пожалуйста, воду. Собственно говоря, видимо, я даже перестарался. С едой. Ее откровенный переизбыток. Ну, ладно, если идет всего 8 человек. Это абсолютно не станет для меня проблемой. 300 человек. 300. Так, вот, пациентов все равно нет. Пойдите-ка ты, постройте мне автоматон, ребят. Будьте так любезны. А почему в мастерской не все работают? А, ну да, кого-то загребли. Ну, и неплохо было бы построить склад. Потому что еды, как видите, у нас уже под завязку. Это я явно перестарался. В принципе, можно их строить где-нибудь на аршиве, я так подозреваю. Все равно их и обогревать не надо. А, великий строитель. Давай полегче, а то у тебя на автоматон и металла не хватит. Вы можете отпустить разведчиков на Эмэйве. Вы можете отпустить разведчиков или снова отправить их в Мороны. А, я вас понял. Ну, давайте снова отправим. В Винтерхоум у нас тут что? А, у нас тут раз в день прибывает 150 древесины. 18 часов до угольной шахты. Что это все? Больше ничего нет? То есть, это такая рыбацкая деревушка, да, по сути дела? Это единственное, что мы не исследовали. Давайте туда. Так, эти возвращаются. Все замечательно. Все замечательно. Что у вас случилось? Некоторых удалось убедить лондонцам на руку недовольством. Лондонец говорит с толпой. Он пытается напугать всех, чтобы как можно больше людей присоединилось к походу в Лондон. Но слушатели остаются глухи к описаниям ужасов. Ведь им нравится положение дел в городе. Разогнать толпу. А что я там с недовольствием-то вообще? Ну, надеюсь, она не пострадает. Аккуратно разгоните, пожалуйста. Меньше инженеров. Потребуется в лазарете. Ладно, давайте-ка мы оптимизируем добычу угля. Дорожку чего-нибудь не строит. Как там автомат? А, ну понятно. Автомат, он будет долго и мучительно строиться. Слушайте, у вас тут всего три пациента. Давайте-ка мы вас перераспределим немножко. Все-таки не хотелось бы, чтобы еще 13 идиотов присоединились к этим исходенцам. Что-то на что у нас здесь... А, еще косарик древесины. Так. Облаву уже сделать не смогу. Тоже не смогу. Черт, похоже, мне нужны пабы. Похоже, мне нужны пабы. Уж слишком сильное недовольство. По теории, в закон, люди разогнаны силой. Две кражи. Три чрезвычайные смены. Ладно. Смены мы давайте уберем. Собственно, здесь я проблемой не вижу абсолютно никакой. Так, количество угля. Понятно. Изменяем этих пять тел томатоном. Передислоцируем их сюда. Ну вот, собственно, отлично. Проблем у нас все меньше. Еды все больше. Некоторые постройки, конечно, функции... Ну, конечно, в центры пропаганды можно послать работать только инженеров. Это даже забавно. В чем проблема? Ну что вы, построить не можете? Я не понимаю. Так, пятачок инженеров. Надежда растет. А недовольство можно снизить листовочками? Нет, только надежду. Ну, это даже вполне логично. Этот знак будет вселять страх в сердца злодеев. Пусть предатели дрожат от страха. Порядок превыше всего. Вот так. Никакой пощады врагам. Довольно агрессивно, я вам скажу. Блин, три дня. Ну, вы их отпускайте, давайте. Что мне, вторую тюрьму, что ли, строить? Вот уж чего мне точно не хотелось. Ладно, поехали дальше. Сейчас к нам придут дети. А, нет. Соврал. Это аванпост. Отряд аванпоста несет нам дерево. Больных абсолютный мизер. Так что, живем мы больше чем хорошо. Так. Так, 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 так. Так, ладно. Здесь явно что-то произошло. Еще одна кража. Конечно, пусть ищут. Ну, какого хрена? Мало того, чтобы ломать эту воду... Блин, у меня еще с лесом проблема. Он куда-то лес девать. На складе осталось мало места. Ну, давайте еще складов построим. Как бы и так собирались в конце концов. Так, и угольная шахта. Где у нас работает автоматон? Автоматон работает вот здесь. Давайте-ка мы его перейдем. Сколько угля? Сто тысяч угля. Господи. Так, давай. Что с недовольством? Почему? Стражник убит? Это где его убили? Ребят, вы не охренели? Блин, плохо, что нельзя посмотреть, где сверхурочная работа идет. А, в мастерских. Да ладно, что, ребят. Ну, я не против вам снизить рабочие будни. Что еще случилось? Убийство на посту. Одного из стражников до смерти избили во время преследования лондонцев. Мы поймали одного вора, но он не убийца. Что с ним сделать? Дать его под стражей. Черт, наша надежда настолько велика, что лондонцы уходят из рядов лондонцев. Вот это я понимаю замес. Рабочих мало. Люди покидают отряды лондонцев. Первые лондонцы решают остаться. Сэр, кое-кто из людей, что собирались отправиться в Лондон, решили довериться вам и остаться здесь. Они говорят, наше недавнее решение убедили их, что надежда еще не потеряна. Вот и все, собственно говоря. Так, автоматон, ты где? Автоматон! У тебя времени досуга нет. Ты где? А, ты уже пришел. Вы сделаете мне там еще одного автоматона? Нисколько вас ждать, ребят. Вообще работаете или нет? Людей в тюрьме нет. Великолепно. Так. Ребята добрались. Ну, пусть сходят в деревенскую... О, блин. В деревенскую рыбачку. В рыбацкую деревушку. Вот, 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 вот и все, что нужно было от вас. Изготовлю новый автоматон. Так, древесина. Черт, у меня даже переборы. Причем сильные уже с ресурсами. А здесь-то забился или что? Достигнутый метод хранения. Ну, да, забился. Тут автоматон работает или просто любят? Автоматон. Так, и тут автоматон. Ну, тут все правильно. Может, что-то можно еще построить, что я не строил. Старелетейка у нас полная. С дороги все есть. Сейчас придут дети. Стоило бы им построить, наверное, домики. Раз, два, три. Ничего это нам особо стоить не будет. Новая технология добычи угля. Собственно говоря, собственно говоря, нам ничего не остается тут делать. Сейчас разберемся с лондонцами. Можно даже... А, вот экспедиция вернулась. Да, вот они, 14 бездомных детей. Значит, придется поставить еще домик. Или нет? Не-не, подождите. Отменить. Давайте-ка мы эти достроим. Похоже, у нас и так один лишний дом будет. Чего не работаете? Не осталось собираемых ресурсов? Что? Почему это? Так, погодите. Ресурсы. Пост добычи. Ага. А, тут никто не работает. Ну, тогда понятно. Вопросов не имею. Так. Какой-то там поврежденный автоматом. Требуется паровое ядро. Сэр, инженер, работающим проектом «Автоматон», прислал отчет. Отдолженный у нас автоматон сломан. Теперь ему нужно паровое ядро. Гребаный ты рукожоп. Потеря не была напрасной. Можно починить сломанную машину. А еще не прям можно настроить автоматоны, чтобы они работали быстрее. Инженер снова занят расчетами. Говорит, нас ждет нечто потрясающее. А что неудовольство-то вырастет? Вы издеваетесь, что ли? Ну, дайте ему ядро. Не сказал бы, что у нас их дофига. От этого он пост. Ну, не знаю, ребят. В принципе, это все, что... Больше делать-то нечего. Давайте-ка я вас распущу. Где маяк? Маяк. О, вы еще при роспуске еще все дерево возвращаете. Ну, вы просто замечательные, ребята. Не знаю, может еще две мастерские построить? Три, конечно, уже немало, но... Ну, нет, шесть, наверное, это уже перебор. Ну, парочку я бы построил. Определенно бы построил. Так, угля, в принципе, навалом. Один угледобытчик сколько производит? Где они тут? Ладно, нужно проще всего посмотреть. Около шестидесяти в час. Шестьдесят в час. Добывает он шестьдесят в час. А собирают тридцать в час. А здесь у нас добывается два... Но тут не полная емкость. Шестьдесят процентов всего. То есть, если этим будут заниматься люди, они будут занимать тридцать в час. То есть, это, в принципе, намного меньше. Ладно. Ладно. Я, тесно говоря, даже не знаю, чем заканчивать сценарий, когда он закончится. Что рабочая сила? А, ну... Это уже было и так понятно. Так, поскольку у нас... Давайте в третий. Зафигачь. У нас зажидается уменьшение температуры. Давайте мы на третью поставим. В гости грибатской деревушке. Здесь небольшой участок моря не замерзали за горящих источников. Американцы воспользовались этим и основали поселение рыбаков. Сейчас тут пусто. Слабакам тут не место. Это поселение рыбаков раньше снабжало Теслаград едой. Обыскав его, мы нашли письмо. Майк, не возвращайся в город. Тесла обезумел. Он изгнал всех коллег и больных, в том числе родителей Джерри и старушку Бет. Скоро прольется кровь. Это точно. В поселении полный порядок. Мы можем послать сюда отряд и начать рыбачить. Ну да, не трогайте. Заберите ее. И домой. А, нет. Нет, давайте мы в Теслаград. В Теслаград, в Теслаград. Блин. Ладно, давай в Теслаград. Всего-то 8 часов. Чертову любопытство погубит. А, мы уже построили. Тогда... Так, если у нас где-то есть инженеры... Ладно, это нужно, к сожалению... 1, 2, 3, или нет. Где есть рабочая сила? Так, давайте. Рабочая сила. Ресурс рабочей силы. А, где рабочая сила? Где можно посмотреть... Сколько у нас рабочих? Ладно. Люди покидают Ребелон, Буцик. Ну, сразу было ясно, что там нечего ловить. Так, нам нужно петь инженеров. Передислоцируем. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, все замечательно. Лес. Когда вы там уже весь лес-то? А, вот, все, почти забыли. Забито. Автоматон явно переусердствовал. А вот и Теслаград. Современный город с тщательной планировкой. Высокая башня испускает молнии, образующий купол, который отражает снег. Никто не вышел поприветствовать нас. Неукращённая молния. Сильное тело и быстрый ум не убоятся холода. Гласит надпись над входом в Теслаград. Высокую центральную башню окутывает... Синее сияние электрических разрядов, укрывающих защитным куполом весь город. Но что-то пошло не так. Повсюду на улицах обугленные тела, а воздух пропитан гонью в горелой плоти. Мы заметили молнию, ударившую с башни в здание, оставившая в крыше дыру. Обнаружено место прибытия дредноута. Два паровых ядра. Я не буду рисковать разведчиками. И что, я теперь не могу повторно посмотреть? Блин. Это очень плохо. Чёртов Кослоград. День 25. Сейчас день... Знаете? Давайте рискнём. Давайте немножко рискнём. Так, стоп-музыка. Так, поехали. Музыка. Сохраняемся. На кону два паровых ядра. Музыка. Так. Не трогаем поселение, понятно. Направляемся в Кослоград. Музыка. 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 А, да. Да-да-да, нужно провести небольшую перефасовочку. В части инженеров. Музыка. 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 Так, тут работают чисто автоматоны. Нам нужны посты добычи. Чёрт, ну вот. Не найдёшь их никогда, когда нужно. Музыка. 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 Так, тут так они рабочие. Вот здесь инженеры. все так едем дальше прибыли дети и а господи не дети отряд аванпоста опять прибыл ребят автоматом вас уделывает за нефиг делать вы понимаете что вы халявите так я вижу что у нас по вкладу ресурсов определенно во 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 но не граничит с улицей это небольшая беда едем люди продолжают лондонцев тут как бы все понятно двигается мороз к которому в принципе более чем готовы так 14 бездомных домики 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 может просто поставить домики к параллему центру но пока так не хватает давайте так самое главное событие тесла черт его подери град еще один сейф и поехали мы добрались до города мы немало повидали в жизни но ничто нас так не пугало как эта проклятая молния пока не догадались как ее отключить ясное дело теперь мы можем устроить здесь аванпост понятно тесла град погиб слава богу ничего не случилось ну что же ну сейчас достраиваются домики все недовольные давайте быстро достроим то что у нас есть можно в принципе устроить облаву они бы погибли если бы ушли но мы своих не бросаем мы снова вместе здравый смысл торжествуют больше никакого разделения мы единое общество ну замечательно нас не расколоть лондонцы вновь стали частью целого больше никто не хочет покинуть город мы выиграли тяжкую битву с теми кто хотел посеять раздор между нами трагедия Винтерхолма подорвала нашу надежду страх породил безумные идеи мы не могли позволить людям умереть у длинных пустошек мы сделали для объединения людей то что должны были ну что же на этой без сомнения замечательной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю серию ребят вы все видели сами затем что-то подытоживать всем спасибо ставьте пальцы в любом направлении до новых встреч в этих уже не таких ледяных пустошах всем пока до новых встреч